МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Первый – запорожские. В областном центре презентовали новый трамвай. Реабилитация в кругу родных. В Запорожье открылся семейный клуб для участников АТО. На любой вкус ярмарка спорта предложение есть, было бы желание. Доставка из рук в руки. Новые технологии в спорте. 32 пострадавших, 20 госпитализировано. Недалеко от Мелитополя сегодня утром столкнулись пассажирский автобус «Эталон» и микроавтобус «Мерседес-спринтер». По предварительной информации, водитель спринтера не пропустил пассажирский автобус, который двигался по маршруту «Мелитополь». Терпение. В результате удара «Эталон» перевернулся на бок. Травмы получили 18 пассажиров автобуса и два человека из спринтера. На место аварии прибыли скорые спасатели. Работники ГСЧС подняли автобус и смыли с дороги горюче-смазочные материалы, чтобы не допустить возгорания. Повреждения, то есть в боковой части вмятина хорошая, то есть удар был достаточно сильный, опрокинуло на бок машину. Но, к счастью, погибших нет на данный момент. Характер травм. Закрытое черепно-мозговое сотрясение. Переломы конечностей, переломы ключицы, переломы ноги, перелом голени. В реанимационных мероприятиях пострадавшие не нуждаются. Все они поступили и оформлены в травматологическое отделение. Встречайте на маршрутах города. Первый трамвай, собранный в Запорожье, проходит серию испытаний. Совсем скоро будет пущен в эксплуатацию. И это только начало. В рамках городской программы «Запорожский трамвай» до конца года планирует собрать еще три новых вагона. Какими они будут, знает Дарья Купличенко. Несколько месяцев напряженного труда и новый вагон готов. Результаты работы проконтролировал городской голова Запорожья Владимир Буряк. Совсем скоро начнутся испытания нового трамвая. По технологии 200 часов? 200 часов. Вот прошу выдержать данную технологию, чтобы потом не было вопросов по эксплуатации данного трамвая. И не будем привязываться к первому числу, или к 30-му, или к какому-то июню. А будем привязываться тогда, когда он пройдет испытание. 200 часов в движении – это далеко не все, что ожидает новый трамвай. Вагон должен пройти КЗ, заливку водой, экстренное торможение. Пожары. Пожары, да. Это я так напоминаю тебе. Новая трамваи с заниженным уровнем пола. Это даст возможность проехать в общественном транспорте людям с особыми потребностями. В вагонах будут и новые сидения. Это демонстрационный вариант. Долго ли они выдержат, не в обиду нашим жителям? На все время эксплуатации трамвая. Я проверил своим весом, и плюс еще пассажир покрупнее. Поэтому все рассчитано, сиденье, крайне рассчитано на 200 килограмм. А сам материал? Сам материал купленные сиденья. Не, я за другой. Программа городского головы Владимира Буряка «Запорожский трамвай» дала возможность коммунальному предприятию развиваться, говорят работники. И первая победа – получение лицензии на выпуск 50 трамваев запорожского производства. Грубо говоря, мы получили техусловие и лицензию на производство запорожского трамвая. С чем вас и поздравляю. Спасибо большое. Параллельно с испытанием первого вагона проводится сборка второго. Стоимость одного трамвая около 6 миллионов гривен. И это серьезная экономия, так как новый стоит порядка 17 миллионов. Планы у работников коммунального предприятия далеко идущие. А еще бы мы хотели бы, не обещая, может быть, на второй, попробуем на третий кондиционер поставить. Нашими силами. То есть, чтобы уже и летом, и зимой? Ну, чтобы красота уже была, да. Произносмотрность, да? Да. Есть, да? И наши электронщики это могут сделать. Помимо сборки трамвая, «Запорожэлектротранс» проводит ремонт и другого транспорта. Сложно поверить, но этому троллейбусу около 30 лет. Капитальный ремонт фактически дал ему вторую жизнь. На то, чтобы навести марафет, ушло 4 месяца. Но в дальнейшем эта процедура может проходить гораздо быстрее. Капитальный ремонт обошелся в 600 тысяч гривен. Одно из изменений – новые сидения. Количество мест сохранилось, но сам салон стал гораздо просторнее. А в этом троллейбусе своими силами поменяли оборудование для управления двигателем. Вместо китайского установили украинское. Данные контакторы или оборудование, которое здесь есть, оно еще выпускается или оно… На западной Украине. Выпускается, да. Это стандартный линейный контактор, который… Я к чему это говорю? То есть в моем понимании должна быть университетизация любого оборудования, парка, который существует. Поэтому я задаю вопрос. Спасибо, что это получается. На этом развитие КП «Запорожэлектротранс» не остановится, заверяет городской голова. И ждем все-таки решения на уровне киевской власти о получении денег Европейского инвестиционного банка. Мы прошли все уже процедуры. Наш проект признан успешным. Будем говорить, это порядка 50 единиц техники, которые мы сможем закупить за деньги Европейского банка. Инвестиционно-Европейского банка. Это еще дополнительно. И все мы это вкладываем в коммунальное предприятие города Запорожья. Дарья Купличенко, Сергей Чалый, ТВ5. Новая программа жилищных субсидий. Она вступила в силу 1 мая этого года. Согласно изменениям для пенсионеров, у людей с ограниченными возможностями увеличились социальные нормы, по которым предоставляется субсидия. Если в доме проживает один или два нетрудоспособных человека, норма, по которой будет рассчитан размер помощи, увеличилась с 49 до 75 квадратных метров. Основным же новшеством стала монетизация субсидий. Те, кто в отопительный сезон смогли сэкономить на электроэнергии и газе, получат денежную компенсацию. Эти средства будут перечислены на личный счет в банке или выплачены через отделение почтовой связи. Отримающие субсидии должны будут до 1 вересня этого года подать заяву на перерахунок им коштей по газу. В Запорожье стартовал первый специализированный международный экологический форум. Организаторами мероприятия выступил Городской совет совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, а также Министерством образования и науки Украины. Форум обещает стать самой большой площадкой в Украине, где предлагаются пути решения экологических проблем. Тему продолжит Валерий Калайтан. Утро. Казах Палац. 9.30. Еще до официального открытия первого Запорожского экофорума с экспозицией знакомятся представители городской областной власти. Первыми посещают тематические выставки общеобразовательных школ. Следующая локация. Здесь представлены разработки городских коммунальных предприятий. Наш троллейбус капитального ремонта будет только в наших расцветных лицензах. И ласпорта. То есть покажем все виды транспорта, которые у нас эксплуатируются в Запорожье. И наш бренд запорожский транспорт экологический. А это наше детище родное. Это твое будущее. Совладно. Озеленение города, ландшафтный дизайн и современные экологические проекты. Среди экспонатов также инновационные разработки в сфере машиностроения. Такие автомобили зарубежного автопрома – экологически чистый транспорт. Это как разъездная машина по городу для чиновников. Она не дурак. И в обслуживании она… Надо поддерживать местного производителя. А то он совсем загнется. ЗАЗ я имею в виду. На протяжении трех дней своими современными наработками и опытом в природоохранной сфере поделятся более 120 украинских и зарубежных экспертов. Будут работать семь специализированных секций, посвященные вопросам охраны воздушного и водного бассейнов, переработке бытовых и промышленных отходов. Цель – улучшение экологической ситуации в Запорожье и области. В этом только году за счет экофонда было выделено около более 200 миллионов гривен на решение многих экологических проблем. Например, только на пять, на реализацию пяти проектов по завершению строительства полигонов твердых бытовых отходов в разных уголках нашей области. Желающим высказать свои предложения по улучшению экологической ситуации в регионе представляется дискуссионная платформа. Сегодня мы доставили площадку. Площадку прежде всего для того, чтобы люди могли обменяться своими мнениями, своими технологиями, своими теми мыслями и проектами, которые существуют на сегодняшний день. Объединение власти, бизнеса, общественных организаций, научно-производственных фирм, которые занимаются той или иной технологией. Я думаю, что эта площадка даст очень много положительных моментов в решении экологических проблем города Запорожья. Соглашение с Запорожьским горсоветом о совместных действиях по улучшению состояния окружающей среды уже подписали 11 предприятий. В рамках экофорума свои подписи планируют поставить еще 16 представителей промплощадки. Решение проблем экологических – это не то, что выходить, кричать и все остальное. Просто для этого нужно желание, финансирование и понимание. Самое главное, что все предприятия, которые находятся в городе Запорожье, здесь живут и работают на этих предприятиях жители города Запорожья. Перед стартом экофорума несколько активистов собрались у входа в Казак-Палас. Около 10 человек менее получаса стояли с плакатами, после чего вручили заместителю городского головы Валерию Эдолеву свои предложения. Основное – открытость промпредприятий и оценка влияния выбросов. Их значительную часть Запорожья отмечалась во время дискуссии и составляют выхлопные газа автомобилей. Конкретных предложений по улучшению эко-ситуации участники пикета не предложили. Гораздо более важно обращать внимание и предлагать сегодня какие-то альтернативные меры по улучшению экологии в городе Запорожье. К сожалению, сегодня и организаторы протеста ничего подобного не предложили. И это, безусловно, их не красит. И поэтому именно такая популистская риторика и популистское проведение этого мероприятия обеспечило то, что крайне немногочисленная протестная группа была. И, безусловно, она не вызвала откликов у запорожцев. Валерий Калайтан, Константин Грушко, Иван Демяненко, ТВ5. Первое знакомство, перспективы сотрудничества, обсуждения и обмен опытом. Это будничная работа первого международного эко-форума. В нем принимают участие сотни предприятий, среди которых и крупнейшие запорожские. Павел Васильев далее. Первый запорожский эко-форум, надеются его участники, станет традиционным. Ведь экология, считают эксперты, один из ключей к устойчивому развитию бизнеса. Ну вот, приехав в Запорожье, мы видим, сколько внимания уделено именно вопросам экологии в Запорожье. Вопросы экологические бизнесу очень важны, потому что во многом развитие бизнеса, особенно в рамках европейских директив, сегодня придется уделить очень много внимания. Количество и состав участников подтверждают. В Украине в целом, а в Запорожье в частности, крупный бизнес принимает экологические идеи и старается реализовать все перспективные наработки. Среди участников форума крупнейшие запорожские предприятия. Интересно им, интересны и они. Подходили, подходили, рассказывали о различных направлениях, о возможностях. Будем работать вместе. Стенд «Запорожсталь» – один из центральных предприятий. Действительно, есть что показать. Начиная с 2012 года, здесь на экологическую модернизацию потратили более 5 миллиардов 700 миллионов гривен. Среди самых значимых проектов – новые газоочистки «Аглоцеха», систему улавливания пыли в доменном производстве, новая линия соляно-кислотного отравления в прокатном цехе. Это все мероприятия, которые имели экологическую составляющую и позволили улучшить воздействие комбината на окружающую среду. То есть уменьшили выбросы в атмосферу, уменьшили сброс стоков в реку Днепр. Поделиться опытом и рассказать в подробностях о всем, что было сделано – это уже работа в секциях форума. Самая большая посвящена именно охране воздушного бассейна и оборудованию, позволяющему минимизировать негативное влияние. Здесь Инна Холина подробно рассказывает обо всех крупных проектах предприятия. Впрочем, уже завтра участники первого Запорожского экофорума могут увидеть все объекты воочию. Новые рабочие места, это новое оборудование, это новое отношение к работе. Мы, кстати, завтра приглашаем участников экофорума для посещения предприятия. Павел Васильев, Андрей Снисаренко, ТВ5. Реабилитация в кругу родных. В Запорожском городском центре социальных служб для семей, детей и молодежи открылся семейный клуб для участников АТО. Здесь будут работать три локации – кулинарный кружок, игровая комната для детей, а также тренажерный зал. Подробности у Седония Ракеля. В Запорожском центре социальных служб открылся семейный клуб. Многофункциональный проект пока единственный в Запорожье. Здесь можно получить как психологическую, так и юридическую помощь. Каждый день можно приходить к нам. То есть можно записаться на очную консультацию, можно проконсультироваться на телефоне доверия. Это анонимное тоже консультирование специалистов нашего центра. Каждый месяц в центре социальных служб будет работать мобильный офис. Юристы, медики, психологи и специалисты Управления социальной защиты будут проводить бесплатные консультации. Здесь оздоровление детишек, учет для получения места в детском саду, выбор школы, я так думаю. Всегда нужно проконсультироваться. Они всегда с нами присутствуют в мобильном офисе. В то время как мужчины получают психологическую помощь, для их жены и детей будет работать кулинарный кружок. Здесь обустроена полноценная кухня, а обучение уже идет полным ходом. Это будет глазурь, которой мы будем покрывать наш кекс. И берем силиконовую кисточку. Кто-то хочет, может быть, сам попробовать, нет? А для детей будет работать игровая комната. Вскоре за средства бюджета Запорожья, говорит заместитель городского голова Анатолий Пустоваров. Здесь планируют открыть небольшой спортзал. Мы еще отремонтируем полноценное помещение, на которое расширится семейный клуб. Сделаем такой еще там социально-спортивный зал, чтобы в любое время сюда могли приходить члены атошных семей. Седоний Аракелян, Константин Грушко, ТВ5. Просто о сложном собачий триал и зачем дроны на футболе. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Когда астма – не приговор. Как выжить в сезон аллергии? Музей под водой, новые экспонаты, грандиозные планы. Марафон для лучников в Запорожье прошел необычный турнир. Мяч заказывали? Получите и распишитесь. Просто о сложном. Проект под таким названием вскоре заработает в Запорожской области. Он направлен на обучение представителей общественных организаций финансовой грамотности. Инициатором выступила немецкая федеральная компания ГИС. Тренинги на тему финансовый менеджмент будут проходить в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Именно в этих регионах находится наибольшее количество внутренне перемещенных лиц. Всего планируется задействовать 140 общественных организаций. Основной меткой программы является поддержка Украины в связи с поделанием кризи на Сходе и поселение способности местных громад и громадских организаций для дать более качественных услуг, в первую очередь в связи с увеличением количества внутренне перемещенных людей. Тренерами станут специалисты Института налоговых реформ и консультанты фискальных служб. Они расскажут о том, как спланировать бюджет, сделать организацию прибыльной, научат правильно вести бухгалтерский учет и расскажут об особенностях налогообложения. В Запорожье тренинги пройдут с 10 по 13 июля. Анкету на участие можно заполнить на сайте Института налоговых реформ. Заявки принимаются до 15 июня. Правильно вести бухгалтерский учет, правильно учитывать все доходы, все затраты, потому что здесь не просто идет как юридическое лицо. Здесь юридическое лицо, можно сказать, с особым статусом. Это общественная организация. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с астмой и аллергией. И по статистике от этих заболеваний страдает более 40% населения планеты. В нашем регионе, в Запорожье, в Энергодаре и Мелитополе работают специальные центры, где медики оказывают помощь пациентам с этой патологией. Подробнее Галина Знаменская. Вита Романюк, жительница Бердянска, работает в одном из коммунальных предприятий города. 30 лет назад почувствовала изменения в здоровье. Многие годы пыталась сама лечить кашель и приступы удушья. Сейчас ее проблемы решают специалисты Запорожского центра аллергологии и клинической иммунологии. Я стала задыхаться. Полетела пыльца. Пух. Наше бедствие. Города Бердянска. Я вообще болею с 80-го года. Но с 95-го начала ежемесячно, так сказать, наблюдаться у пульмонолога. Ежегодно в этот центр обращаются более тысячи жителей региона с признаками аллергических реакций. Вызвать аллергию могут растения, животные, солнечное облучение, питание, косметические препараты, стрессы. Медики не исключают и наследственный фактор. Самолечение лишь затягивает и усложняет процесс. Очень часто проявление кашля расценивают, как пациент простыл. И на первом уровне оказания помощи или там узкие специалисты расценивают это состояние, как перенесенную вирусную инфекцию. Хотя в этом разобраться может только врач специалист-аллерголог. Наш центр, областная больница, занимается именно верификацией диагноза бронхиальной астмы. Мы проводим подробную диагностическую панель в обследовании таких пациентов. Берем этих людей на диспансеризацию. Врачи центра регулярно выезжают в районы области, чтобы обследовать население на бронхиальную астму и аллергию. Назначают необходимое лечение, выдают специальные паспорта с рекомендациями применения противоаллергических препаратов. Чтобы поставить правильно диагноз, нужно подробно собрать анамнез, то есть историю болезни, подробно расспросить какие-то определенные триггерные факторы, то есть те агенты, которые вызвали аллергию. И всегда врач дает еще рекомендации всевозможные по питанию, по поведению, по гипоаллергенной домашней обстановке. Вита Романёк всего две недели проходит курс лечения в центре и считает, что уже есть хорошие результаты. У нас есть хорошие методы. Небулайзер, небулайзерная терапия. Это спасение. Ты уже не ждешь эту скорую, не открываешь окно, не ждешь эту скорую, что она там приедет и успеет тебя уколоть или не успеет. Ты села, спокойно подышала. Перечень препаратов дает доктор. При первых симптомах, приступах кашля, удушья или кожных высыпаниях медики советуют обращаться к специалистам-аллергологам. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5 Мано, Зайка и другие. На стадионе «Локомотив» прошел открытый региональный чемпионат по триалу с собаками юный кинолог. Дети со своими питомцами должны были пройти несколько этапов и продемонстрировать слаженную работу. Насколько им это удалось, видела Ольга Васильева. Эту очаровательную немецкую овчарку зовут Мано. Еще год назад он жил в питомнике. Тогда Катя как раз искала себе щенка, но он выбрал ее сам. Мы приехали, а я спускалась из лестницы посмотреть на других собак маленьких. И он пошел со мной. Так началась их дружба. Когда Мано исполнилось три месяца, Катя начала учить его основам дрессировки. Спустя девять месяцев тренировок Мано стал одним из 13 участников открытого регионального чемпионата по триалу с собаками юный кинолог. Мне Евгений Васильевич говорил, занимаюсь, занимаюсь. Я дома начала заниматься. Бать, мы с ним на вельке ездим по кругу. Евгений Васильевич – председатель клуба служебного собаководства «Общество содействия обороны Украины». Говорит, детские соревнования с собаками в Запорожье проводят уже восьмой год. Запорожье является в принципе в Украине одним из первооткрывателей детских соревнований. То есть у нас есть возможность проведения детских соревнований по многоборью с собаками, которые в себя включают четыре вида. А эту овчарку зовут Злата, или как ее ласково называют хозяйка Анна Контрибутс – Зайка. В прошлом году они уже принимали участие в соревнованиях и заняли призовое место. В семье Анны это не первый питомец. Изначально псаврали для охраны. Была невменяемым щенком просто. Команды нет, у нас в принципе не было. Баба такой – пошли, наверное, посмотрим на дрессировку. Как бы все собаки дрессированные, кроме нее были. Результат не заставил себя ждать. Буквально за пару недель собака поменялась кардинально. Из вообще не меняемого, неадекватного щенка она превратилась в уравновешенную, более-менее спокойную собаку, которая уже хоть что-то, но понимала. Анна говорит, к участию на соревнованиях готовились серьезно. Мы приходили среди недели. То есть у нас вообще занятия по выходным, но мы приходили и в среду, и в четверг. Подготовка действительно нужна серьезная. Ведь юным участникам придется пройти вместе со своими питомцами пять этапов. Бег 100 метров, бег на время, полоса препятствий 200 метров, общий курс дрессировки и защитная караульная служба. Сегодняшние соревнования для МАНО «Дебют» уже пройдены два этапа. И по словам его хозяйки, он справился со своими заданиями на отлично. Хотя, признается Катя, сама не ожидала. И он у меня сразу понял, хоть я его и долго учила, 9 месяцев, но все-таки у меня все хватило. Я думаю, будет хуже. Кроме детских соревнований, мастерство дрессуры продемонстрировали кинологи, нацполиции и силовых подразделений. Параллельно проходит взрослое соревнование, которое включает направление. Это витич, подготовка собак-телохранителей. И упражнения будут практически все прикладные. Партнером соревнований выступил комбинат «Запоросталь». На призовой фонд было выделено 10 тысяч гривен. Проведение регионального чемпионата юных кинолог по триалу, это действительно стало традицией для города Запорожья. И эту традицию комбинат «Запоросталь» поддерживает уже на протяжении многих лет. И мы видим, что есть отдача, есть много фанатов и почитателей этой традиции. Очень приятно, что на эти соревнования приходят и взрослые с собаками, и дети с собаками. Первое место заняла овчарка «Зайка» с хозяйкой Анной Контрибутс. А Мано и Катя Денисова завоевали приз зрительских симпатий. Все участники соревнований получили дипломы, кубки и ценные подарки. Ольга Васильева, Александр Гоц, ТВ5. Обновление в подводном музее. Выставка располагается на дне одного из затопленных гранитных карьеров. И первые предметы в ней появились в прошлом году. Сейчас мелитопольские дайверы установили новый экспонат. Что он из себя представляет, узнавала Олеся Брычок. Идея создания уникального подводного музея на дне Стульневского карьера, который располагается недалеко от Токмака, появилась у участников дайвинг-клуба «Атол» примерно два года назад. Прошлой осенью были установлены два первых экспоната – трактор и аквалангист на велосипеде. Недавно музейную коллекцию пополнила модель «Малого герба Украины». Это модель герба в размерах где-то к пропорции метр двадцать на девяносто. Выполнена деревянная модель, которая залита эбоксидной смолой и обклеена стеклотканью. Находится трезубец на глубине 11 метров и весит несколько десятков килограммов. Поэтому установке нового экспоната предшествовала довольно длительная подготовка со всеми расчетами. Все экспонаты музея имеют нейтральную плавучесть. Благодаря этому они словно зависают в толще воды. Для этих целей мы делаем бетонные плиты, которые устанавливают на дно, и она фиксирует и, получается, играет в воде. Если которые тяжелые, мы погружаем ее на грунт. Потом очень много таких мест, как деревья, кусты. Раньше был лес такой, а потом вода пошла, и получается очень интересно и красиво. В экспедициях дайвинг-клуба могут поучаствовать все желающие. Но погружение в стульневский карьер, признается руководитель клуба, требует определенных навыков. Ведь на глубине температура воды не превышает трех градусов. В планах у мелитопольских дайверов установка двух масштабных экспозиций, состоящих из нескольких экспонатов. Это кухня с газовой плитой и кабинет офис-менеджера. Алися Брычок, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5. Лет 20 назад люди бы подумали, что началось вторжение инопланетян. Финал Кубка Португалии по футболу ознаменовался необычным предматчевым шоу. Мужчина в футуристичном костюме встал на дрон и, пролетев над полем стадиона, приземлился на газон, после чего вручил мяч в руки арбитру. Дроны – это, конечно же, хорошо, но для начала было бы неплохо вести видеоповторы для судей в футболе. И это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости города и области вы всегда можете узнать на нашем сайте. tv5.zp.ua В студии работал Игорь Белышев. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!